Весна, птички поют. Сегодня же вербное воскресенье. Куда бежать? Где вербу сейчас искать? Спокойно. Всем привет, я Анна Оськина и вербу мы можем сделать сами. Это как пирог приготовить. Ну, примерно. Смотри, вот такие веточки должны получиться. Давай возьмем эти фото за эталон и попробуем сделать свою вербу. Ставь лайк и подписывайся на канал и нажимай на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Пожелайте нам удачи и мы начинаем делать вербу. Смотри, нужный цвет полимерной глины Фима я выбрала. Да, и давай еще возьмем вот такой вот серебряный. Берем коричневый цвет полимерной глины и катаем много тоненьких ниточек. Не нужно стараться делать их ровными, ведь веточки должны быть естественными и чуть кривыми. Так что кривые ветки нам здесь будут плюсом. Ой, что-то веточка-то совсем форму не держит. Просто лапша на руке какая-то. Да, посмотри, она совсем мягкая, потому что нужно их запечь. Несколько веточек делаю с ответвлениями. Для этого прикрепляю небольшие нити полимерной глины примерно посередине или чуть выше на длинных ветках. И примазываю спицей, чтобы был более гладкий и ровный стык. Вот так. Получается двойная веточка. Когда сделала много разных веток, отправляю все это в духовку на 15 минут при температуре 110 градусов. После запекания горячие веточки еще будут немного гнуться, но когда остынут, будут держать форму. О, это совсем другое дело. Теперь это уже нормальные такие палочки. Можно венчик сделать. Но верба же пушистая. Давай украсим веточки. Почка состоит из двух частей. Чешуйки и самой пушистой лапки. Катаю маленькие шарики коричневого цвета. И инструментом с шариком на конце превращаю их в чешуйки. Вот так, посмотри. Получаются вот такие вот скорлупочки. Когда сделала много чешуек, можно сделать и наполнение. Серого цвета катаю маленькие овальчики. Можно взять серебряный. Так даже интереснее будет смотреться. Да, серебро выглядит очень классно. Плюс оно переливается и дает интересные блики и эффекты. Для особой реалистичности можно ножичком немножечко распушить кончики овальчиков. Сделав немного надрезов. Я делаю так на нескольких штучках, чтобы посмотреть как будет выглядеть. И теперь вставляю овальчики в чешуйки. Получаются почки вербы. Их все нужно запечь, чтобы они стали твердыми. Вот сколько у меня их. Гора конфеток. Классно! Да, здорово все это выглядит. Но наша цель украсить веточки вербы. Чтобы они стали вербой собственно говоря. Приклеиваю почки к веточкам в произвольном порядке. Как захочется. Можно пышнее, можно поменьше. Можно разные веточки разными делать. Лучше использовать прозрачный клей, чтобы его потом не было видно. Украшаю сначала одну веточку. Ставлю в баночку сушиться, чтобы клей подсох. А в это время делаю уже следующую веточку. И таким образом делаю много-много веточек вербы. Собираю все веточки вербы в вазочку. И букет готов! Какой чудесный букет получился! Красота! Ого! Огромная верба! Ну ничего себе доставочка! Это же целый лес! Теперь у меня есть маленький букетик и огромный! Да, вербы теперь хватит всем! Друзья, поздравляю вас с этим светлым и весенним праздником. Вербным воскресеньем! И я тоже поздравляю! Солнышко, тепло, улыбок вам всем! Ю-ху! Ну а в следующее воскресенье будет уже Пасха. И если вы хотите, чтобы я приготовила пасхальный стол в миниатюре, приготовила с Барби, в смысле блюда и пасхальные вкусности, крашеные яйца и все подобное, то напишите в комментариях. Подумаю, как это можно реализовать. И я думаю, что это будет смотреться очень-очень здорово. Такой пасхальный стол со всякими классными штучками. И не забудьте поставить лайк, мы вон как старались. Подписывайся на канал и нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я пока подумаю, что еще нам сделать. Почитаю ваши комментарии. Жду ваших комментариев и желаю вам всем творческих успехов, вдохновения и самого классного настроения. До новой встречи в моем новом видео. В нашем! Я же помогаю тебе, а ты меня вообще в расчет не берешь. Ну что же это такое-то? Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok